Идея единой мировой закулисы на этой неделе неожиданно нашла поддержку в Цюрихе. Местной профессуре надоело читать всякие конспирологические книги. И они решили, как настоящие ученые, проверить все алгеброй. Провели математический анализ связи 43 тысяч транснациональных корпораций. Сделали пугающий вывод. Миром на самом деле правит одна гигантская суперкорпорация. Именно она дергает за ниточки всемирной экономики и политики. Выкладки цюрихских ученых изучил Андрей Леонов. Суперкорпорации это скорее суперкартели 147 компаний. Их активы пересекаются друг с другом и фактически являются общей собственностью. Именно к ним сходятся все нити управления мировой экономикой. Это же сообщество контролирует до 80%. По сути дела скупает всех научных открытий, патентов и так далее. И они же финансируют столько же примерно 80% научно-исследовательских и конструкторских работ. И так далее. То есть сегодня можно утверждать, что финансовая транснациональная структура контролирует весь мир. Большинство и суперкорпораций финансовые институты. В первой десятке британские, французские, швейцарские и, конечно, американские компании. Причем руководители всех этих компаний связаны друг с другом, если не семейными узами, то по крайней мере близким знакомством. Вполне понятно, что среди этих семей есть и фирмы, известные с очень давних времен, такие, как, скажем, Морганы, Рокфеллеры или Ротшильды. И семьи эти, утверждают эксперты, складывались веками. Сменялись эпохи, менялись вывески, но владельцы оставались прежними. Список суперкартелей составлял с учеными по степени важности. Первая в нем британская корпорация Барклайс, а ее история, между прочим, насчитывает более трех веков. Списки лидеров и американская финансовая компания J.P. Morgan Chase. Ее официальный возраст не менее 200 лет. Цель, которую преследуют эти финансовые группы, конечно, сохранение контроля над властями. Обогащение здесь рассматривается как инструмент, который способствует концентрации власти в определенных группах влияния, и который чувствует себя совершенно свободно, какой бы режим у фактической власти, в видимой власти, не находился. Цель оправдывает средства. И транснациональные корпорации не гнушаются ничем для ее достижения, уверены аналитики. Транснациональное сообщество сегодня заказывает войны, заказывает свержение режимов в тех или иных странах, заказывает там цветные революции и прочее, прочее, и щедро финансирует. Под влиянием этой мировой финансовой системы находится и наркомафия с годовым оборотом почти триллион долларов. Незаконные там и законные частные вооруженные формирования. Суперкорпорации влияют на политику во всем мире, но всегда остаются в тени. Глав транснациональных компаний и членов их семей не встретить среди известных политиков. Впрочем, достаточно властям какой-либо страны сделать невыгодный финансовым институтам шаг, и их гнев мгновенно даст о себе знать. А именно с помощью спецслужб начинают организовать массовые беспорядки, которые, безусловно, отражаются на электоральных позициях правительств, и в перспективе такие правительства могут вполне уйти в отставку. Даже нынешнее волнение на Уолл-стрит США и демонстрации по всей Европе вовсе не стихийные выступления граждан, как может показаться на первый взгляд. Скорее всего, и сами протестующие против неравенства финансовых воротил не понимают, на чьей они стороне. Если ты хочешь спрятать концы в воду, лучше всего направить гнев толпы именно на себя. Для того, чтобы возглавить это движение, необходимо его организовать. Мне кажется, что финансовые институты, которые якобы подвергались атаке протестующих, на самом деле получат, в конце концов, самую большую выгоду. Они получат управляемые правительства, которые, безусловно, впечатлены и испуганы происходящим. Ради увеличения прибыли и усиления власти, транснациональные корпорации решили принести в жертву некогда мощное средство по борьбе с конкурентами – средний класс. Поскольку средний класс выращивали, грубо говоря, в противовес социализму, и когда удалось затоптать социализм, отпала и надобность в противовесе ему. И сейчас весь мир стремительно меняется в сторону той модели, которая была, скажем, до Октябрьской революции. Когда есть небольшое число очень богатых людей, большое число очень бедных, а прослойка между ними настолько мала, что ни на что всерьез не влияет. Впрочем, также просто суперкорпорация расправляется со своими более неэффективными частями. Яркий пример – компания «Лемон Бразерс». Она, кстати, занимает 34-е место в списке суперкартеля швейцарских ученых. В 2008 году именно с ее банкротства начался мировой финансовый кризис. Как выяснилось, неспроста. Кризис, по сути, это шанс изменить финансовую или экономическую систему таким образом, чтобы она работала эффективно. А отмирают, безусловно, слабые, нежизнеспособные институты, которые уже дискредитировали себя для своих хозяев прежде всего. И эти хозяева планируют открыть новый бизнес. Кто настоящий хозяин в мире политики и экономики, теперь известно. Неизвестно, какая страна следующая на очереди неугодных и неэффективных. Андрей Леонов, Татьяна Матюшина, Леонид Кульков, Максим Панкин в центре событий.